1684 год завершилась очередная франко-испанская война, но, как я говорил, Франция, она всего и все мир, любой, воспринимала как перемирие, значит. Она продолжала все равно войну за доминирование в Европе, и, естественно, основным врагом была при этом Испания, которая была предыдущим гегемоном, то есть доминировала в Европе в 16-м, в начале 17-го века. В условиях, когда Испания, несмотря на все, что она захватила в 16-м веке, она так в собственной промышленности не развила, поэтому Испания была слабая экономически, была она вынуждена заключать союзы в этих условиях. А Франция в этом плане мудрый Людовик, все делал, он параллельно с колониальными захватами и с захватами на фронте территории, он развивал промышленность на эти деньги интенсивно очень. То есть вот эти вот неудачи Испании он правильно понял и страну строил, соответственно, по-другому. Ну, Испания сначала заключила договор с Англией, в Англии была сильная парламентская позиция, уже назревал очередной конфликт с парламентом и очередная революция, поэтому они довольно быстро вышли из этой коалиции, у них там внутренние проблемы были. В Германии была раздробленность и этим тоже французы пользовались, в частности, они заключили французы договор с Пруссией, Пруссия стала союзником Франции, а всякие мелкие германские, всякие княжества, они, естественно, страдали от французской агрессии, потому что Франция уже выдвинулась на рей и начала захватывать германские княжества. Поэтому они были, да, недовольны. В центре, естественно, союза против Франции стояли Габсбурги, то есть Испания плюс Австрия, однако Франция поддержала на самом деле вот это вот наступление турков, турки-то они же не зря начали наступать, потому что, видимо, их французы разобокрячили. Турки надеялись, что Франция откроет второй фронт, она его и открыла, правда, с запозданием. Франция поддерживала восстание вот это венгров, о котором я говорил, Имри Тёкеле, ну, там оно вроде было междуевропейское, они могли поддерживать, там были протестанты, венгры против, значит, немцев и католиков. Вот, а потом в это вмешались турки, как бы начали уже венграм помогать турки. В Германии ходили всевозможные памфлеты о том, что Франция помогает туркам, потому что они такие же. Ну, на самом деле, Франция напрямую, как бы, не могла демонстрировать союз с Турцией, потому что это было опасно просто для международного престижа, так как мусульманство было повсеместно запрещено в Европе, считалось дикостью и так далее. Они очень поздно пересмотрели свои взгляды на ислам, на самом деле. Тогда-то нет, тогда они считали это всё за варваров просто. Поэтому, как бы, вот так они, Франция, секретно, как бы, вот, вели переговоры с турками, что может там что-то это взаимодействовать, и натравливали турк активно на габзургов. А второй фронт они реально открыли. Вот как раз весна 1683 года, как я говорю, что турки выходят к Вене, вот, а Франция, да, начинает войну с Испанией. Это и приводит к тому, что Испания не может дать, допустим, войска под Вену, и значительная часть немцев тоже втянулась в войну, и в этом Венском походе не участвовала. Однако, как раз вот почему поляки-то спасли Европу, вмешались поляки, поляки дали нужные войска, разбили там турков, и всё равно спасли ситуацию. Ну, вот, за счёт того, что вот Польша вторглась в эти события. Ну, и тем временем Франция начинает войну, опять, значит, на территории Бельгии, которая принадлежала в это время Испании, то есть испанских Нидерландов. Испанию поддерживает ряд германских государств, которые хотят Францию выбить с Рейна, и, соответственно, Франция тоже хочет и на Рейне там что-то захватить. Довольно быстро выходит из войны Голландия. Голландия первоначально что-то там тоже против Франции выступила, а потом всё помирилось. Получилось, что, значит, Испания фактически осталась с Францией одна, один на один, да, при некоторой поддержке некоторых германцев. Большая часть Германии была связана войной с Турцией, которая продолжалась. И Австрия тоже, австрийских войск тоже серьёзных не дала на фронт. Ну, как тогда говорили, Франция против Испании это столкновение глиняного и железного горшка. То есть понятно, что глиняный горшок просто разобьётся о железный. Ну, так оно и случилось. Уже в 83-м году это, значит, началось. Как раз вот когда турки под Веной, всё, французы напали на Испанию. Это всё совместные были действия. Но в отличие от турок, очень быстро они, значит, наступали там французы в Бельгии. Продвинулись где-то до Брюсселя в 83-м году. В марте 1684 года началось вторжение уже французов в Наварру и в Каталонию, то есть непосредственно в Испанию. В мае разбили они испанцев там уже в Каталонии и шла осада Жироны. Однако в Каталонии сами каталонцы восстали против французского нашествия и сопротивлялись. Только за счёт этого ещё более-менее оборонялись. 4 июня 1984 года захватили Люксембург, который сейчас независимый. Франция тогда претендовала и хотела включить Люксембург тоже во Францию. Голландцы вроде как опять вступили, хотели там помочь. Войска выдвинулись сначала в Бельгию, потом подписали тот же договор с этой Францией и вышли из войны. То есть голландцы как-то вяло помогали, но в результате практически опять Бельгия осталась полностью во власти Франции. В 1984 году ещё французы сами напали на Геную, потому что Генуя помогала Испании в строительстве флота и подвергли Геную бомбардировке, то есть в Италии. 14 тысяч бомб считается крупным такой пожаром. Три четверти города Генуя было разрушено, они зажигательными бомбами бомбили французы Генуя. Состоялось морское сражение возле Корсики, где французский флот не смог победить испанский, но успешно убежал. В Элизасе французы, после захвата Бельгии, французы сосредоточили в Элизасе основную свою армию, направили немцам ультиматум, что если они будут продолжать поддерживать Испанию, сейчас будет оккупация Германии, прям вот-вот. А немцы воюют в это время с Турцией, то есть второй фронт вполне был реален. Тогда немцы всё подписали и даже испанцев немцы уговорили, чтобы всё это прекратилось, так как идёт война параллельно с Турцией. Вот Регенсбургское перемирие, это в принципе пик захватов французских. В этот момент Люксембург, который сейчас независимый, тоже входил в состав Франции. И значительная часть крепостей по Рейну была получена и даже за Рейном Франции. То есть Франция захватила ряд территорий, порядочных довольно уже в Германии, в самой там. Кроме Коблинца и Майнца, фактически Франция контролировала полностью Рейн. На тот момент, ну там кое-какие независимые оставались, германские, а так в основном там Франция. Ну как вот они всегда и хотели Дорейна. Потом Наполеон Дорейна так и сделает Францию, потому что им казалось, что вот река это естественная граница. Ну опять же, все это считалось перемирием и скоро немцы опять будут воевать, чтобы опять эти территории отвоевать. Продолжается революция научная, надо поговорить о Роберте Бойле, конечно, крупном ученом английском. Он вообще-то ирландец, но он учился во Франции, в Италию путешествовал. У него был довольно состоятельный все-таки отец, крупный землевладелец. То есть Бойле он, хотя из национального меньшинства, но деньги у него были на образование. В Оксфорде он продвинулся, стал доктором физики Оксфордского университета 1665 год и занялся полностью наукой. Входил в Лондонское королевское общество, сотрудничал с Робертом Гуком, о котором я рассказывал. Он был также химиком, в частности он опытным путем сумел получить белый фосфор, фосфор Бойле. В результате своих опытов, скорее всего, он заболел. Умер он в возрасте 64 года, хотя ученые тогда сравнительно долго жили, у них была более-менее спокойная жизнь. И погребен в Лондоне в Весминскском аббатстве. Был довольно богатый в конце жизни, был один из директоров Остинской компании. Был президентом Лондонского королевского общества, то есть главой всех ученых Англии, фактически, хоть и ирландец. В плане науки он был последователь Бекона. Он выступал категорически против всяческой схоластики. Он критиковал все, что не являлось научным методом. Научный метод уже утвердился к тому времени, особенно в Англии и Голландии. Поэтому он занимался, естественно, борьбой за научный метод. Из его собственных достижений он разработал закон сжатия газов, который нынче называется законом Бойля Мариотта. То есть зависимостью прогости газа от занимаемого им объема. Кроме того, он исследовал теорию капиллярности. Он показал, что теплая вода закипает при разрежении окружающего его воздуха, что было довольно тоже периодическим. Он активно использовал воздушный насос, который изобрел оттофон Геррики, о котором я говорил. Кроме того, он пытался воспроизводить опыты Геррики по поводу электричества и магнетизма. Ну и кое-какие тоже там внес дополнения в работы ранее по электричеству. Бойль работал также по оптике довольно много. Кроме того, Бойль был теоретиком науки и он написал работу «Скептический химик» 1661 год. Совершенно гениальная работа. Бойль возродил атомическое учение древности. Он показал, что теория элементов Аристотеля совершенно неверна и вся алхимия тоже полностью неверна. Бойль заложил основы современной химии. Он сказал, что по всей видимости вещества состоят из атомов, а элементы не те, что выделяет Аристотель. То есть не воздух, земля, вода, там ветер. Что там было? А, огонь, воздух, земля и вода. Вот, не эти. А вот разлагая химические вещества, мы в итоге можем получить элементы. То есть то, что сейчас современная химия считает элементами, эта идея была у Бойля выработана. Поэтому, да, вот Бойль еще и основатель атомарно-молекулярной теории, на самом деле. Но вот, несмотря на все эти достижения или параллельно там с ними, он был еще страшно религиозен. При этом он был такой, по сути, пуританин. Вот все его научные эти самые опыты, они ему внушали сомнения в основных истинах религий, как он сам писал. То есть вот у него было раздвоенное мировоззрение, у него половина мозга работала на науку. Естественно, в науке он верил только в то, что экспериментальным путем достижимы, да. А другая, естественно, половина мозга у него была протестантская. И он должен был верить в какие-то вещи, которые опытным путем не проверяются, да. Поэтому у него был жуткий конфликт, о котором он постоянно говорит. И постоянные сомнения в религии. Чтобы их развеять, он изучил иврит и греческий язык и в подлиннике читал Библию. Ну вот я тоже в подлиннике читал Библию, в особенности на греческом, полностью вообще все переводил. Я что-то сомневаюсь, что таким образом можно подобные сомнения развеять, потому что Библия не об этом. То есть, ну вот Новый Завет греческий, он не трактует вообще никаких научных вопросов, да, там вопросы философские. Поэтому я думаю, что греческий тут ему не поможет. Греческий может еще больше сомнений в ряде догматов протестантов и католиков вызвать, допустим. В Троице, допустим, которая там не изложена никак в Новом Завете, ни с какой стороны. Ну ладно, в общем, он утверждал, что все-таки он пришел к Вире, Бойль. Он учреждал, как директор Остинской компании, пытался пропагандировать христианство среди индусов в Индии. Дальше он переводил, зная греческий и еврит, он переводил Библию на ирландский, на гельский, то есть на кельтские языки, которыми тоже владел. И будучи уже богатым человеком, он интенсивно спонсировал христианство, считал, что вот это вот поможет все. Он финансировал защиту христианства от атеистов, деистов, то есть финансировал эти все, значит, апологетические всякие работы от язычников, иудеев, мусульман, то есть вот, чтобы пропаганду прохристианскую вести. К сожалению, многие вещи, которые в истории и филологии безапелляционно утверждаются и подтверждаются каким-то авторитетом академической науки, они с чем связаны? Что вот такие вот сумасшедшие, а также стоящие за их спиной религиозно-христианские мошенники, попросту они спонсируют исследования, которые подтверждают что-то там якобы из Библии, из еврейской в особенности, и так далее. И потом такие, значит, исследования становятся мейстримом просто потому, что они финансируются. На самом деле, я уже много раз рассказывал, что там на самом деле, то есть обычный анализ минимальный даже текста показывает, что это все эллинистические тексты, созданы довольно поздно, никакого не было монотеизма у евреев. И, в общем, я не буду повторяться, потому что я про это все подробно уже рассказывал. То есть Библия – это фальсификация II века до н.э. на эллинистическом материале, написанная по влиянию в основном Платона в плане философии, а в плане политики там Римская империя, экспансия на греческие государства, восстание евреев, этих маковеев и вот это, собственно, политическое содержание Библии. Никакого Моисея, все сказки, никакого исторического смысла вообще не имеет. Вот во II веке до н.э. написано, они даже о V веке имели самые примитивные представления, даже не знали, что было при персах, что уж там говорить до персов, это все сказки придуманные в Александрии. Ну, ладно, что-то я от Бойля отрекся на любимую тему попов поругать. Ну вот, и Бойль, да, очень много сам спонсировал этих самых апологетов, всяких, которых тогда тоже было, и сам пытался тоже, да, написать всевозможные тексты о согласовании разума с религией. Мне кажется, это просто у него сумасшествие на почве того, что он не мог научный метод с социальным давлением согласовать, и вот так оно и было. И в XIX веке многие ученые, которые говорили, что они верующие, просто социальное давление, которое они пытались согласовать с научным методом, который противоречит. Ну и в этом плане, кстати, и советский атеизм совершенно прав. Просто сами себе врали, что ничего там, никакого там содержания в этой Библии-то и нет. Ну, в Ветхом Завете я имею в виду. А Новый Завет – это греческая философия, просто изложенная в виде каких-то притч там и так далее. Там содержание, безусловно, есть, но оно философское, а не религиозное. Вот моя позиция. Ну, ладно, Мариотт, надо его тоже упомянуть, потому что закон Бойля Мариотта. Мариотт – это французский физик, аббат он был, тоже много работал по физике. Он параллельно открыл этот самый закон об опрогости газа, потому что между Англией и Францией плохая коммуникация была, интернета не было. Поэтому называется закон Бойля Мариотта, да, но он позднее все-таки работал. Мариотт еще много работал по оптике и открыл в глазу слепое пятно в процессе этих работ. Он также работал по гидродинамике, теории течения жидкости на базе работы Ричелли и Галилея, давление внутри труб, равновесие жидких тел и так далее. Ну, в общем, физика развивалась очень бурно именно в это время. Продолжение следует...